Демченков. Это хутор в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Ковалевского сельского поселения. Состоит из одной улицы, улицы Мира. Расположен в земельных наделах города Острогорска в первой половине 18 века. Основали его острогорцы по фамилии Демченковы, от которых получил свое название. По документам известен Василий Демченков, живший еще в первой половине 18 века. Видимо, он и был основателем поселка. По хутору информации очень мало. Я нашел статью 2005 года от 26 апреля. В статье говорится, что на хуторе Демченков в Лискинском районе нет ни газа, ни водопровода, ни дорог. Подвоз продуктов затруднен, хутор вымирает. Люди опасаются, что это произойдет еще раньше из-за оползней, если не будут приняты срочные меры. На хуторе Демченков сегодня ждут частную автолавку. Во сколько приедет, никто точно не знает. Поэтому народ на окраине, как обычно, собирается пораньше. Ближайший магазин отсюда за 7 километров. Говорят, в соседнем селе еще бывает машина райпо, но туда мало кто ходит. Иван Милошенко, житель хутора Демченков. По 70-80 лет старухам. Пока дойдет, продуктов нету. А потом продукты как возят? Везут и хлеб, и гуталин. Все на полу валяется. Частник лучше возит, чем государственная машина. Автолавка приезжает только раз в две недели. Поэтому люди берут всего и по многу, кроме хлеба. По словам хуторян, его частник не возит, невыгодно. Между тем, даже простая питьевая вода здесь уже стала предметом купли-продажи. Татьяна Милошенко говорит, что приобретает ее у соседки. Татьяна Милошенко, жительница хутора Демченков. Заплачу, то чулок свяжу, то шерсти продам. А она мне разрешает воду взять. Поисти сварить. Единственный на весь хутор колодец находится на дне оврага, куда нелегко добраться даже тем, кто помоложе. Сейчас его дружно подпитывают ручьи с окрестных полей. Однако о качестве воды люди стараются не думать. Жители Демченкова больше волнуют, что они даже такое могут лишиться из-за оползней. Обрыв начинается уже у края дороги. Некоторые всерьез опасаются за жилье. Георгий Сапожников, житель хутора Демченков, говорит, что каждую весну и осень это происходит. Селевой поток и обвал. Три года назад писали в администрацию. Примите меры. Ни черта никто не сделал. По словам людей, когда-то здесь даже был водопровод. Но он давно сгнил. Бывшая глава сельской администрации обещала проложить по улице пластиковую трубу. Но не успела. Сняли с должности. Говорят, проворовалась. Елена Гайдук, глава сельской администрации. Ну что вам сказать, власть реагирует. И хутору мы будем помогать обязательно. Я думаю, после 9 мая отпразднуем и после праздника начнем помогать. По ее словам, у жителей хутора скоро будет и водопровод, и дорога. Под это дело в районе уже выделены необходимые средства и разработан проект. А вот газа никто не обещает.